приветствую всех на канале у нас заполонили немножко фольксвагенами не знаю когда этот ролик выйдет но перед этим фольксвагеном у нас уже было две еборы айди 32 гольфа в общем они как-то массово пошли и конкретно этот автомобиль приехал с проблемой то что не выходит на связь батарея что-то на этом автомобиле уже пытались сделать чарджер меняли короче говоря что-то в нем уже делали но решили все-таки нам привезти будем заниматься так здесь этот отсоединен снята клемма и блог не выходит на связь так сейчас будем разбираться что здесь и почему в общем вернули мы все в исходное положение подсоединили разъем который сервисный разъем был оценен также вернули назад вот этот предохранитель желтой биркой и у нас бмс к даже начала выходить на связь и вот у нас есть ошибки что система регулирования энергопотребления внутренняя неисправность master slave скорее всего имеется ввиду что нету связи с бембишкой но сейчас посмотрим дело в том что на модулях там идут бемби платы которые которые сравнивают который выполняет роль балансиров и бмс-ка которая управляет ими и вот теперь есть подозрение что у нас не сама батарея не выходила на связь а есть так у нас датчики температуры не выходят на связь что-то мне напоминает это айди 3 так максимальное напряжение банок 399 минимальное так а что у нас по напряжениям и у нас везде инициализация короче она у нас уже бмс к вышла на связь но что то есть какая-то проблема есть с бембишками то есть так есть она не не выходят на связь короче говоря нужно снимать снимать батарею и разбираться у нас есть другой блок бмс возможно подкинем посмотрим в этом проблема или нет возможно там какая-то проблема в проводке либо один из модулей бемби просто сдох согласовали снятие батареи и сейчас я вскроем и будем разбираться и хотел показать что далеко не на всех автомобилях вот такая обработка здесь замазана мастикой такой же как на мерседесе найди 3 но на гольфах далеко не всегда она есть возможно это с каких-то отдельных регионов возможно по просьбе клиентов не знаю почему так но далеко не на всех она есть это идет наружная замазка чтобы влага не попадала а внутри уже идет герметик который необходимо будет срезать сняли крышку и сейчас будем проверять что у нас не работает для того чтобы ускорить диагностику возможно проблема с бмс кай либо же с бембишками которые здесь стоят и они не общаются поэтому чтобы упростить диагностику у нас есть модуль заведомо исправный поэтому если поставим для того чтобы проверить остальное работает или нет и вот кстати можно увидеть что здесь завода не подключили такую штучку которая должна фиксировать провода как бы не критично но такой момент есть и это батарея как я уже говорил впервые мы видим что она настолько сильно замазана герметиком видимо какой-то северный вариант для каких-то районов где высокая влажность автомобиль у нас 18 года в общем сейчас для того чтобы исключить все остальные варианты подкинем сюда другой блок контакторов и посмотрим будет у нас работе или нет после установки другой бы майске у нас все напряжение вышли на связь вернее все напряжение появились также у нас появилась и температура вот температура то есть у нас уже все стабилизировалась но пока автомобиль запускаться не хочет у нас есть аварийное отключение батареи напряжение близко к номиналу 3774 3775 так все у нас тут хорошо у нас есть ошибка контрольный провод высоковольтной системы короткое замыкание на массу это у нас хвилу установили батарею с другим блоком и у нас уже все элементы как я уже показал все вышли на связь но у нас есть ошибка по хвилу и когда начали прозванивать цепь хвила увидели что у нас есть проблема именно по чарджеру начал созваниваться с владельцем автомобиля уточнять что произошло так вот автомобиль периодически не заряжался на быстрых зарядках не заряжался и периодически выбивал ее после чего владелец автомобиля поехал на к своему знакомому который занимается перепрошивкой блока в вага и после прошивки блока который отвечает за розетку который находится в багажнике и после прошивки блока автомобиль перестал запускаться и было принято решение менять сам блок чарджера был куплен блок чарджера перекинут разъем потому что он был сбитого автомобиля и разъем были поломаны и после этого автомобиль перестал запускаться ехать и как бы все решили вскрыть чаджер и посмотреть что же таки произошло с хвилом в чаджере и вот что нашли вот эта цепь именно отвечает за хвил и здесь что-то пошло не так и что-то где-то взорвалось вот теперь нужно будет либо это восстанавливать либо же ставить сюда обратно чарджер и оживлять его потому что после перепрошивки автомобиль перестал запускаться очень будем разбираться что делать дальше восстановили плату и начали прозванивать и один из хвилов оказался на земле и после проверки выяснилось что вот этот провод был повреждена изоляция и закорочен на землю то есть при установке этих разъемов разъемок оказались переставляли потому что на этом чаджере он был сбитого автомобиля разъем были поломаны и после перестановки сюда с оригинального родного чарджера видимо провод подвернулся и закоротила на корпус сейчас за изолируем соберем все это и попробуем как он будет работать и теоретически как раз из-за этого провода и мог случиться вот этот и могла случиться эта проблема с хвилом то что я показал раньше в общем сейчас это все восстановим и будем пробовать что у нас из этого получится у нас поставили чарджи сейчас проверим что у нас там по там ржавчина а сколько я помню девятая это минус я хочу здесь так это минус есть есть говори девятая минус значит девятая первая 2,4 кОм 9,4 кОм 8 кОм между собой хвил 2,4 кОм а не хвил там должно быть 155 все правильно потому что там два по 70 кОм раньше мы это дивились это мы относительно земли через нас низко было да да так сейчас вроде как все по замерам отлично сейчас можно будет подкинуть разъем и проверить запустится у нас машина или нет так сейчас проверим будет работать автомобиль или нет а ну запускай так автомобиль вроде перешел до колеса вращаются сейчас чего компьютер почитаем и тогда уже будем делать выводы что дальше делаем так что у нас тут по ошибкам будет вот как раз ситуация что одновременно вылетел и charger и бмс к сейчас пока стоит установлена наша бмс к заведомо исправная и чарджер мы уже отремонтировали и вот теперь вопрос будем сюда ставить нашу бмс куб полностью блок сборе либо же попытаемся для начала отремонтировать клиентскую а если бы у нас не было этого если у нас не было блока бмс то мы бы не понимали куда лезть потому что поломки сразу в нескольких узлах к сожалению вот такое очень часто бывает потому что все блоки взаимосвязаны между собой если что-то куда-то прилетает тут попадает везде это уже кстати второй случай когда и бмс к и чарджер вышли из строя и что в одном и в другом случае были проблемы по хвиллу и к тому же это все было на фольксваген еголь все ладно так с этим хорошо машина у нас едет работает теперь нужно разобраться с бмс к и надевать надо вскрывать бмс мариша в бмс ну естественно нужно сразу проверить заряжается автомобиль или нет подключили зарядку и на дисплее написано что отрывалась зарядки 655 то есть автомобиль у нас заряжается пробег на автомобиле 29 тысяч девятьсот восемнадцать километров и вот на плате видно что пробитый вот этот транзистор и кроме того обвязка операционного усилителя но это только по цепи хвилл но у нас проблема была не только по цепи хвилл а еще и с тем что не выходит на связь остальные модули общем для начала надо попробовать ремонтировать это ну а дальше уже будем понимать менять ее или же все-таки продолжать ремонт операционный греется рот греется на сам операционный катушку гриб нет вот это еще греется шутка стоит просто сутки вы видите вот все четыре градуса я не зарпал еще и демонтовать а вот эти две микросхемы и цей операционный петель его перстанет порядка 1 килоома то будем уважать еще столовца в норме они просто миг уже не надо нужно распознать что это микросхема слышать а и текан и что там ты же получается вот эти два контра севера 10 ногих не с чем-то а вот средний не греется на нем уже меньше живыми и вот возможно из-за этого у нас и нет общения между этими платами и бимишками попытались отремонтировать эту плату управления батареей есть несколько компонентов которые вышли из строя но после установки их у нас она все равно не заработала прозвонили всю обвязку на микросхему все исправно и то есть у нас скорее всего прилетела еще и микросхема не будем долго мучаться потому что стоимость блока в сборе не такая же высокая поэтому для ускорения всего процесса будем устанавливать сюда другой блок бмс вот здесь уже установлен мы его сюда подкидывали это наш был экспериментальный для того чтобы упрощать диагностику и мы сейчас сюда поставим и себе закажем новый в общем можно будет эту батарею скручивать устанавливать на автомобиль и запускать мы уже запускали ее она с другой бмс к запускается все работает то есть здесь был ремонт charger и замена бмс по факту заедем на быструю зарядку посмотрим как она заряжается потому как первоначально автомобиль не заряжался на быстрой зарядки в общем-то все из-за чего и началось после этого начали делать какие-то эксперименты по привязке блоков и в какой-то момент что-то пошло не так из-за этого автомобиль перестал вообще ехать и вследствие замены charger и перекидывание разъемов с битых на целые был замкнутый хвилл на массу из-за этого в общем то и вышла из строя и бмс к и соответственно charger вот такая вот ситуация произошла поэтому сейчас она медленную зарядку мы проверили автомобиль заряжается и сейчас еще проверим быструю зарядку как она заряжается и тогда можно будет автомобиль отдавать владельцу автомобиль на заряжается и он на приборке пишет что отрывалась зарядки на схвы и заряжается 95 ампер и 112 так все у нас автомобиль заряжается и на быстрой зарядки и на ccs комбо 2 и на тип 2 тоже заряжать тремя фазами 30 полный ампер и теперь можно ехать на базу и будем клиенту отдавать автомобиль так и пробег на автомобиле не помню говорил или нет двадцать девять тысяч девятьсот двадцать один километр автомобиль готов осталось только поставить на зарядку зарядить автомобиль и в принципе можно будет выпускать вот такое вот видео было по ремонту данного автомобиля если кому нравится такой контент то подпишитесь на канал поставьте колокольчик чтобы не пропустить новое видео до скорых встреч всем пока